всех приветствую с вами я веган христолюб мы с вами сегодня такое вот видео посмотрим вы посмотрите я его сейчас записываю назвал я его почему я грешен на ролике ну я не себе а так вопрос да на который мы будем отвечать но в названии по сути я ответил на этот вопрос на значке я грешник или грешен потому что беден и невежественен или невежда невежда и бедный и нищий вот почему я потому что ну можно было нищий но дело не что уж прям крайней степени дело в том что короче мне денег нету да вот ну можно я там не богат но суть не прям в богатстве да в общем-то в достатке в общем это тут игра слова и можно и так и так все это называть смысл понятен да я поводом для этого видео явилась в принципе конечно я об этом говорил нередко по поводу богатства да в принципе в евангелии иисуса христа мы прекрасно знаем что тема богатства очень затронуты бедности богатства знания да ну к иисусу к евангелию мы к учению христианства иисус христа мы перейдем чуть позже повода вообще для ролика явилась больше то что постоянно это было от начала времен и будет до конца времен что якобы есть такое ложное мировоззрение конечно же она у людей но она ей может быть у религиозников естественно но не у детей света у людей познавших истину и в мире она очень сильно бытует в мире как говорят в принципе на все-таки атеистическом лучше так сказать кто не признает вечную жизнь делаете такие слова конечно там бога не признает да ладно как иисус говорил мне все равно даже хула на сына человеческого проститься хула на истину не прощается то есть человек сам себя во тьме закрывает да и вот делать не прям в громких словах кто такой бог что такое истина это вечность свобода и любовь и вот люди которые вот это отрицают то есть отрицает бога если в правильном понимании отрицает истину то не отрицают вечность свободу и любовь доброту и вот в во все времена вы когда услышите каких-нибудь от правителей политиков там вот государственной идеологии они все строятся на том что якобы люди творят беззаконие вообще мир и человечество живет так как живет возле в основном да потому что нас куча зла окружает страданий естественно производимых самим человеком ибо все это зло который на земле творим именно мы люди да и что якобы его конечно можно истребить построив идеально благополучное общество благополучное в плане чего материальные вот то есть у меня все есть и якобы я моя голова напичкана по полными знаниями мироздания от начала творения от взрыва да и как все там и как каждая молекулка собирается и вот якобы я знаю все стихи александра сергеевича пушкина да и вот я поэтому я добрый да ну грешен и праведен естественно будем с вами рассматривать понимание грешен это злой злодей праведник святой человек это добрый человек по-другому можно было назвать я зол или злой или неправеден потому что я вот беден и невежда не имею знаний дома малознающий человек так вот это конечно абсолютно не так и просто мне почему-то вспомнилось одним из ярких представителей причем даже вот действительно это что политически так называемый этот мир ну или вот этих власть имеющих людей вот это все кто государствами там заведует управляет да и это то же самое в науке не зря вот это знаете противовставление науки религии конечно есть умные люди которые признают истину бога как говорят да есть верующие ученые действительно могут признавать вечность свободу и любовь и действительно быть учеными знаете в хорошем смысле слова что они просто познают окружающий мир вот и все наблюдают исследуют им просто это интересно как дети играют в песочнице с кубиками на глазах у своих родителей если это такие люди да такие люди действительно достигают и внутренние его какого-то состояния святости каждый конечно там уж как жизнь покажет да насколько он цвет суд покажет да как раз когда в эту вечность попадет но действительно у этих людей есть шанс идти правильным путем и достигнуть того чего нужно достигать да потому вся эта жизнь рад чего рад только того чтобы мы научились быть богами быть святыми быть добрыми и вот но есть полно естественно наука как противопоставляет религии но это на самом деле ученые против стальку поэтому есть такое понятие сам человек который к этому принадлежит противопоставлять одних из ярких представителей русскоговорящий может не так извести но может кто-то за это время я хотел после этого ролика узнать я хотел такой значок тоже очень часто люблю эту картинку картину да когда иудей такой законник книжник фарисей они не бедные тоже все были и вот он тогда задумывается то есть почему я грешен почему я беге но не все-таки показалось ближе сделать такой значок где прямо на нем будет деньги изображены и там книжка с дипломом с этой шапочкой на голове такой в американском стиле вот а известный представитель вот таких ученых которые тоже ну конечно многие ученые писали книги там вот ими пытались что-то философствовать но кто знает кто не знает это некий жак фреско как раз и иллюстрация с его проектом венера с его вот этим мировоззрением и так далее я сегодня глубоко о нем говорить не будет я просто даю отсылку с кому-то интересно можете поизучать этот вопрос я вам кратко просто дам анонс да вот там жак фреско это родился он в англии 1916 год вернее родился не помню где тут написано как а перевод англо жак фреско родился в шнадцатом году а умер вот буквально недавно в семнадцатом году всего пять лет назад у него полно было достаточно роликов на ютубе уже съел ким-то это интервью и так далее прославился он благодаря еще кто знает есть такой фильм дух времени сейчас я ним тоже скажу дать по порядку самый американский не английский это по-английски как звучит его было имя английская жаско какое-то фреско же же кью фреско не знаю как правильно там читать это американский производственный инженер промышленный дизайнер и футуролог директор основатель организации проект венера основа основными темы его исследования стали холистический дизайн пассивный дом города с устойчивым развитием ресурсо-ориентированная экономика всеобщая автоматизация кибернетические технологии роль науки в обществе росту популярности фреско способствовал фильм 2008 года дух времени приложение вот я чтобы не забегать как по порядку читать фильм я в свое время посмотрел на начале кто помнит сразу после покаяния когда я стал во все вообще в такие вещи вникать когда бог не явился призвал меня к покаянию пути познания истины и тогда я много чего стал все изучать и рассказал что все стал религии изучать все на свете потому что мне мне не являлся иисус я всем всегда говорил мне явился бог так скажем почему я так называю потому что я его не видел я только слышал я его ощущал переживал да вернее я его услышал когда бы сказал купи библию да вот это все что он не сказал но да он не говорил мне как павлу я иисус и так далее поэтому я стала искать кто же такой бог бог то есть это далее есть в чем меня бог убедил что он есть до что естественно что он живой вот и тогда я стал искать кто то есть тогда кто ты кто разговаривал со мной но вот через библию я узнал что этот бог любовь и есть иисус христос по образу потопе которую я и был сотворен от начала и как я сотворен да и как и как я пал в лице адама с евы в раю да и к чему мы все должны и я прийти в небесное царство любви иисуса христа и конечно же когда я все это стал искать потреблять вот я в том числе на этот фильм тоже наткнулся я тогда посмотрел я не могу вам сейчас передать уже с годами это получается больше десяти лет назад было уже где-то теряет больше тринадцати лет своего покаяния прошло мне уже под 40 это был в 27 где-то да и вот я там уж точно все это не помню когда ну на меня он такое специфическое произвел впечатление и да есть там нотки как всегда говорят истины да вот только нотки и так то он понятно как он состряпан но не скажу что он менее сцепил вот много в нем отталкивал теперь я понимаю что да потому что бог вел меня прямым путем посмотрел я и посмотрел вот и рекомендую все равно к просмотру неважно какой ступени вы стоите познание истины можно такие вещи смотреть и анализировать и делать правильные выводы вот я хотел еще кусочек только зачитать взгляд в будущее книга взгляд в будущее была выпущена в 1969 году кеннет эсквиз младший стал соавтором книги совместно с жаком фреском в этой книге авторы описывают кибернетическое сообщество в котором отпадает необходимость в рабочий в работе и рабочих профессиях и у членов самого общества появляются совершенно другие ориентиры ну и жак фреско и вот эту иллюстрацию все-таки теперь оставлю вместо значка для видео о чем я хочу поговорить вот эта тема что якобы ну как вы видите она озвучена достаточно понятно что я грешен и общество грешно общество зло мир лежит возле как я наговорил да только потому якобы утверждают вот люди как я уже дал какую-то какую-то картину это вот очень часто именно там политики руководители общества это можно даже какие-то вожди племен неважно все время пытаешься улучшить жизнь своего своего племени да это вот от маленького это даже знаете этой семьи касается это даже меня одного касается мне кажется что если я стану чуть богаче или меня все будет вот благополучно у меня тут все я тут обустрою часто мне некогда и там истину познавать там за собой следить кто и есть задуматься о вечном познать эту истину и пойти по пути сейчас мне некогда мне надо вот на на квартиру заработать мне жить негде я там от юности арендую надо машину я езжу за три километра за 10 километров за 100 километров на работу мне надо то-то жениться детей вы то есть мне все надо тут дома куча всего надо еще надо и отучиться школа это дебильная схолостическая в которой мы 11 лет сидим институт этот бестолковый в которой место узкой специализации нам преподают стока всякого барахла в голову вставляет который никогда тебе даже не понадобится зачастую потом я вечно где-то учусь переучиваюсь повышая квалификацию потом не стоп всего интересного в мире и мне кажется надо быть разносторонним чтобы быть интересным я всякую чепуху смотрю кроме познания истины информации дающие ее познание да и вот мне кажется сейчас я вот да стану таким ведущим и богатым не освободиться ну пусть не богатым пусть в достатке вот все мне будет хотя бы что-то минимально такое у каждого свое понятие минимуму но короче для меня это минимально что у меня будет высвобождаться время и тогда я займусь собой да тогда я стану совершеннее добрее святее мудрее в смысле вот умности как антони великий говорю умный значит добрый человек да если не добрый значит тупой тупица и вот это конечно же вот это мировоззрение в частности прям ко мне лично применимо кто-то потом занимая в обществе просто какую-то должность сферу область там представляет ее играть маленького ученого да там представители какого-нибудь ученого сообщества руководители я говорю маленький 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 в своем бизнесе в своей там организации вплоть до руководителя государства там президента царя и кого там угодно генсека вот ты транслируешь уже это на обществе якобы вот сейчас мы все встанем и мы вот плохо живем у нас преступность все и вот это вот только потому что коррупция только потому что вот мы просто плохо живем и действительно мало чего знаем надо вот обязательно образование набраться надо состояние свое улучшить и тогда все будет укореняться зачем богатому там воровать или убивать кого-то или насиловать нюш все есть он же богатый же не пойдет воровать но богатый воровать может и не пойдет это очень сомнительно просто богатый не пойдет булку воровать но как он и обрел свое богатство воруя до из государственной казны так он будет воровать до старости мы всегда будет мало он как тот раджа из мультика про золотую антилопу ему всегда будет мало вот все эти бредни поэтому что человек богатый не ворует да он не ворует булку в магазине ему и незачем но очередной миллиардик своровать на какой коррупционной сделке он не откажется или из миллионера стать миллиардером он не откажется будет продолжать добившись став миллионером он поставить себе планку став продолжая свою там деятельность доставцы стать миллиардером обворовывая там пенсионеров так далее через все эти всякие разные схемы государственные так далее вот так что об этом мы сегодня с вами поговорим делает ли так а убеждение это вот я для русских скажу кто интересуется русской политикой почему я вряд хоть я и делюсь там кто знает и в сфере последних событий в связи с этой агрессии расистов против украинцев что я там конечно и делюсь всеми какими только можно видео хоть что-то там которые за какую правду узкую топище да что бойню надо прекратить и на самом деле смотря то что делюсь там кацам за навального сам ходил на эти митинги то для того чтобы просто из тюряги выпустили не потому что я хочу чтобы он был президентом да он ничего хорошего тоже не сделает это понятно вот но когда человека убивают травят и сажают я против этого да я заступаюсь за любую жертву но естественно там и вот это максима кацца возьмите все это знаете то что я там игру что-то делюсь вся их не политик очень часто сводится это основная масса это 99 процентов я говорю что вот они думают что сделая благосостоять человек вот успешными богатыми знающими да якобы знание подразумевается незнание истины до который есть в вечности свободе любви в этой простой формуле и сущности блага бытия счастливой жизни на земле и на небе везде да а вот им кит внешние знания якобы от того что я там даже пушкина прочитаю или два плюс два ночью складывать и от этого добрее или злее добрее стану да то есть отвернусь от зла нет самые великие злодеи зачастую чем богатые очень мудрые люди об этом сейчас будем говорить вот именно поэтому я хотел эту тему затронуть конечно же это бред да вот этот сам сам в ответ на вопрос почему я грешный ли я грешный утверждение что я грешен или я не свят потому что я беден и невежество невежда да это абсолютная бред конечно же это не так и причем это доказывает не 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 моя теория там не мои сейчас будет протесты против этого нет сама жизнь сама жизнь и естественно я помню тогда знаете я тоже стал все это изучать я не помню в тот момент я конечно всего вообще не помню я не помню честно когда и дух времени что на начале это обстановление это очень относительно в первые года когда все там было у меня я уже толком это не помню но вы знаете тогда или позже еще жаку фреску я так я не мог ему реально ответить да но я в себе ему дал ответ да и потом сколько я вот это слышал всегда вот внутри у меня один ответ этому человеку пусть незримый иногда я тоже не любитель там писать кто знает больших комментариев ну или влечь в лично кончено отвечаю когда есть возможность голосовой где-то в реальной жизни то есть очень просто я всегда напоминаю первое это вот минус того что кто-то не принимает конечно не просто там библию а действительно историю человечества принимает он библию или нет но истина в том что однажды человек был сотворен по образу и подобию разделен был на двоих людей адам и с евой эти первые люди были сотворены где почему они были сотворены последними они были как я говорю не в грязи сотворены и брошены в эту помойку нет бог сотворил сначала прекрасный мир не потому что они на последнем уровне окрас наоборот все это блаженство и рай был сотворен для первых людей для адама с евой их потомков да и всех нас в этом раю что не было ни смерти не печали не болезни и всякое наслаждение виде образно символьным языком библейским выражать всякое древо или всякий плод с любого древа тебе был доступен наслаждайся всеми удовольствиями мироздания под запретным деревом было только одно подразумевалось это творение зла получение удовольствий на самом деле когда мы творим зло над понять мы это делаем ради получения удовольствия ты когда-то кого-то обворовываешь и то что человек прям воровство и слезы человека доставляют и радость нет и хотя человек можно такого больного состояния дойти что там отрезая уши свои жертвы он испытывает какое-то удовольствие это уже когда со всей природы человека с грехом с одним со вторым с третьим начинает просто изменяться извращаться вот от этого конечно тоже можно в этом испокаяться измениться может любой человек зла в природе не существует она существует только в момент его творения от всегда можно измениться вот но основная масса да он делает это потому что он просто хочет сам удовольствие получать поэтому он кого-то обворовывает вот и поэтому запретные не сами удовольствие а удовольствие которое получается за счет чьих-либо страданий это очень важно понимать вот и поэтому в раю ничего не было человеку недоступного все было абсолютно доступно да кроме чего получение удовольствие за счет вреда кому-либо да вот и что сделает человек в раю которым все было было вечная жизнь к чему стремятся я про проект венер там во все это не буду я на все-таки краткую я вам зачитал но там немножко больше как-то по википедии было очень скучненько сказано я еще раз скажу мысли жака фреск в частности игру подобный мы же с ним всем это то что вот надо создать общество в котором как видите там киборги будут вся эта автоматика будет человек высвободиться и все и у него будет куча времени все будут счастливы и вообще все когда будет вокруг хорошо я не буду творить зла это полная чепуха то есть надо конечно вечную жизнь алексей разобрести там лекарства таблеточку или все что угодно это абсолютная чепуха мне жаку фреска вы знаете я вот на него смотрел он дожил как видите сколько ему лет 16 16 год и 17 101 год прожил представляете у него я достаточно еще у него фотографий молодой да он на многих фото уже старый вы увидите все видео ну это же конечно не молодой здесь понятно да не мальчик но он вот действительно даст получается прожил 101 год и удивительно да вот такие люди тоже живут так и я им хотел сказать вот я все и смотрю на таких и ему не хотелось бы при виде при встрече сказать да если была возможность с таким человеком встретиться я бы сказал ну слушай ты дожил до таких лет и не понимаешь элементарных вещей во первых жизнь даже ну ты можешь не верить в историю там адама с евой да ну жизнь показывает абсолютно обратно кто начинает все эти войны вот возьмите войну там но отправители сейчас кто меня слушать это люди русскоговорящие плохо или хорошо неважно где живущие в какой стране россии украины белоруссия казахстан или вообще где-нибудь подальше да ну могут слушать мою речь понимать ее так как русскоговорящие люди кто начинает все войны вот пуклер начал войну против украинского народа он что беден говорят что ты сама сейчас богат один из самых богатых людей на земле в чем никто нормальные здравые люди не сомневаются понятно что он просто купается в деньгах да он что невежда нет у него образование есть занимал должности соответствующие что-то смотрит по парируют все время фразами что поговорить ему не с кем кроме махатма ганди то есть настолько он даже образован до что ему есть о чем поговорить с такими вот даже людьми великими вот то есть образование у него имеется историю там цитирует якобы тоже себя чуть ли не историком нет что он не образован он образован что он беден нет богат начал бойню в украине и таких примеров полным-полно это современный пример для русскоговорящих людей у жака фреско таких примеров могло быть просто миллион ту же самую америку которую основывали уже на имеющейся территории убивали всех местных этих аборигенов индейцев те кто приехали с евро континента португальцы испанцы все эти там анагликанцы кто туда только не попер до впервые в первой главе с колумбом они что были там бедны или не образованы нет были и богаты все эти экспедиции делали королей направляли туда и все эти капитаны все эти руководители экспедиции были очень богатые образованные люди кто все беззаконие творил вот поэтому но история для тех кто признает библию конечно не хочется напомнить и сказать что адам с его действительно были абсолютно абсолютно богатыми в этом плане да и вежественными в том плане знаний людьми потому что какие нужны были знания да никакие поэтому и знаете как богатка это не тот кто беден и у кого все есть а тот кому ничего не надо кому мало надо чем меньше тянут тем больше ты богат нас тебе много чего надо естественно у тебя там есть всегда будет вот столько да вот им нужны были каким знания для жизни нет не все было ешь пей веселись купайся кушай наслаждайся занимайся сексом чё еще вся жизнь некие знания не нужны вообще никакие вот и что они сделали они вкусили запретный сплот каким образом убив беззащитное животное которое было вверено им в попечении чтоб сажать его труп за это естественно они расплатились чем этой же шкурой которого убили до стали болезненные концовки умирают чтобы вкусить то что они сотворили так что результат налицо да и я как бы жаку фреско все отвечал всем так отвечаю на веру так понятно в основном своей массе это люди атеистичные возьмите того самого кацик возьмите таких вот фреско рюкаться который мой ровесник возьмите фреско который взрослый человек пожилой человек под сто лет до было и что результат один и тот же все они рассуждают вот в русле что якобы там это все сделает нет богатство и бедность не делает меня никак не грешным не наоборот праведником мои поступки они от этого не зависит знаете в евангелие иисуса христа евангелие от луки кто знает его в принципе называют евангелием для нищих ну или хотите даже евангелие для богатых может быть его и так можно назвать ну евангелие нищих его называют и действительно если вы об этом вот не знали от меня муж впервые слышите вы обратите на это внимание и в первый раз прочитайте евангелие от луки желательно за один или пару дней вот так нахрапом это очень несложно абсолютно читать или слушать сейчас есть все доступные варианты вы увидите что действительно так да то есть тема богатства нищеты богатства вот этого вот в луке просто просто крат красная линия не красная линия но ниточки когда красный на протяжении всего евангелия и действительно на переднем плане вот эта тема богатства и бедности в евангелии от луки конечно иисус об этом говорил но не она просто выжимка из концентрации вы обратите внимание что все фразы иисуса все притчи иисуса в основном в этом контексте там тема денег богатства бедности постоянно не зря там даже нагорная проповедь которая якобы ну иисус мог понятно все речи горит неоднократно на разных горах ну мы по евангелиям их пытаемся запараллелизировать якобы в матфея 5 7 глава и луки 6 глава ну как быть параллельные места либо дополняющие друг друга немножко либо просто показывать что могло быть и так и так не зря кто знает если в матфея написано блаженный нищий духом да то в луке написано просто блаженные нищие это очень важно да вот и говорят что это не случайно и понятно что не случайно и так и есть тема богатства более того в этой же нагорной проповеди в отличие от трех глав матфея но мы хоть выражаемся такими словами главы понимаете да как уж по-современному то нагорная проповедь по луке достаточно короткая его что она превращается то да вот это блаженный там блаженство намного меньше все это покороче и сразу переходит к тему богатым и бедным горе вам богатые горе вам присыщенные вы помните да все прям вот это вот вот эта тема прям она все время и все притчи о богаче и лазере вспомнить все это из луки именно там вся эта тема сквозит вот там именно большинство этих притий все что связано с деньгами все вот именно там в луке поэтому конечно же тут мне что-то придумывать или говорит и уж прямые речи иисуса если я сегодня вообще вам будут напоминать евангелие это не то что четыре достаточно луку прочитать а лучше вообще все четыре по этой теме то конечно же иисус прямо говорил что жизнь человека не зависит от его богатства по выходе христианина для человек которого евангелие что-то значит этого уже достаточно я молчу и о том что я просто еще вспоминаю сейчас единичная на эту тему даже загоняться выписывать знаете делать выжимку из евангелия бессмысленного проще просто читать всем говорю из какую тему решили изучить в евангелии вопрос берете целиком все читаете и смотрите как то есть действительно тема настолько что там знаете ни одно ни две фразы это просто пол евангелия перепишешь или там как я делаю на компьютере все это соберешь это будешь просто кусками вырывать но все то же самое будет и практически будет евангелие целиком вот так что уж об этом действительно иисус говорил этой фразы достаточно про нищету ну и прознание то же самое вы помните как об иисусе говорили что он был никем и никто да я надеюсь все тоже помнят и о нем прямо говорили как он знает писание не учившись вот он не имел образование не социальные такого мирского до образно говоря социального не религиозного вот и был действительно кем бы богом любовью абсолютной святости естественно говорил идти по стопам его поэтому да в этом плане действительно образование выпою кто были ученики и первые последующие мы помним как потом такие ученики как апостол павел но павел не был прямым учеником папа плоти да но был духовным учеником после того как иисусом уявился да и он сказал павел тоже был как раз вот павел живой пример нам того что имел образование и он и гражданство несколько не в том числе римская имела несколько образований государственное так скажем общее образование и духовное религиозное да был фарисеем из фарисеев был совсем не беден я временем два гражданства римское гражданство в иерусалиме могли иметь совсем непростые люди да вы помните поэтому его именно в иерусалиме то на суде не растерзали не раз не смогли растерзать когда схватили тогда за его проповедь христианство среди иудеев и язычников и павел что сказал что все это почитает за ничто 0 абсолютно за счету это очень важно да вот и действительно так когда ты понимаешь в жизни это да вот доброта чтобы сотворить доброе дело в любой доброе дело вот что мне нужно до деньги имеют значение в том плане как и в раю грубо говоря да чтоб сам кому-то что-то дать мне на бывает яблочко где тоже там сорвать чтобы угостить кого и здесь тоже мы конечно творим что-то за счет там денег сейчас это это деньги тот люди придумали это какие-то вещи за эти деньги покупаются да те же сама тарелка фруктов до который-то угостил тогда с девушкой решил вина выпить фруктов там купил и так далее да то есть ты что за день просто приобрел это лишь инструменты но по сути у каждого человек человек может творить добрые дела и не имея вообще ничего чтобы поцеловать человеку тебе нужны то губы если они те вот есть и все чтоб посмотреть чтобы поговорить послушать спеть песню человеку что тебе нужно голос есть хорошо но может быть противно его все понимаете да то есть любить то есть творить добро доставлять радость мы можем вообще минимум без ничего делать не в количестве добрых дел вы знаете за что это протестантов обличают то что они извращают учение сус христа делать не в количестве добрых дел ну да у тебя нету много денег но ты количество добрых дел меньше делаешь над этого качества твоей сущности не меняется надо и потворил больше тебя было больше возможности ну тебя минимум возможности но ты не полный пользуешься на сто процентов иисус не зря говорил что каждому будет умножаться в два раза один талант он тоже в один превращается 2 в 2 5 на 5 умножается вот и все то есть суть-то одна поэтому что нужно мне чтобы поцеловать кого-то деньги нет знаний нет что нужно чтобы погладить кого ничего не надо сказать доброе слово ласковое комплимент отвесить до человеку что мне нужно знание деньги ничего не нужно только желание и силу воли вот и все и то же самое что зло твой говорить да вы знаете я не раз зачитывал шорт записал тогда видео короткое допись письмо директора школы своим там преподавателем который прошел еврей прошел все лагеря там написал что я прошел лагеря и видел как ну как бы учите своих детей не вот знанием а доброте да как бы главное что должен делать учитель потому что я прошел лагеря и видел как великие ученые строили кого эти камеры газовые камеры как великие медики издевались и над людьми до проводили опыты как умный образ образованные там все эти люди этих людей заталкивали в эти сжигали в этих печах да вот то есть он вот я все это видел я тогда не зря все называют злой гений есть такое понятие разве ум вообще дает человеку что он дает это это лишь все все эти вещи это лишь средства деньги или знания моя какая-то вот эта разносторонность под знанием подразумевается естественно просто количество информации до того что я узнал как связать свитер научился и там мама вяжет свитер своему ребенку она лишь просто это просто видера разный вид доброго дела просто его по-разному кто-то узнал как к этому купил свитер но там узнал как этому свитер какой-нибудь бантик приделать да ты свое привнес там что-то подарил это лишь разности вида да когда там мужчина или женщина решил там ужин приготовить как-то красиво да не просто накидал что-то на стол эти знания лишь лишь делают рай расширяют эти разные плоды для вкушения наслаждения да вот и все только для этого нам нужны знания чтобы делать наше удовольствие разноплановыми разновидными вот и все разными до бесконечности в этом плане да а сами знания информация того что развидают делают меня добрым или злым нет вот так вот поэтому ты можешь быть абсолютно умным и абсолютно богатым кто начинает все вот эти вот это же все богатее если возьмите все эти войны все цари что царию царя денег нет или он не образован нет его его с детства с пеленок любого царя воспитывают у него есть денег ему не надо потрачить целыми днями на поле их там воспитывают образовывать науки преподают лучшие философы и всегда их там обучает посмотрите всех императоров да все они там знали всю культуру мира уж тем более там свои какой-то империи говорю не всегда были в распоряжении их обучали лучшие лучшие во всех сферах вот философия науки вот так что и что эти императоры вытворяли со своим народом со своими подчиненным со своими родственниками что ирод великий который там иисуса младенца хотел погубить и она крестителя и родители вот так и погубил что ирод великий был не образованный и бедный человек еще какой бедный еще какой образованный кто знает во времена ирода великого израиль достаточно сильно расцвел он сам принимал непосредственное участие во всех этих разработках он же там израиль отстроил в храм там превратил просто великолепие в седьмое чудо света вы помните как даже в евангелии нам осталось видеться тому что ученики просто восхищались иисуса ли посмотри посмотри какие здания какой здании какие камни как все великолепно сделано до израиль в то время причем во времена кстати римской оккупации так называемый просто процветала и ирод великий так называемый до прилагал к этому самые непосредственные участие кто знает всю эту историю интересовался жизнью ирода великого помимо евангелия какие есть исторические о нем документы вот был очень образованный очень богатый человек чем он занимался удивительно что четыре сына дожили вообще до его его кончины до которые стали четвертовластниками потом после его смерти да и правили израилем детей это не было очень много и кого он там сам задушил кого придушил каких жен кого отравил сколько он людей перегубил в собственном окружении в окружающих и так далее да просто изверх был да этот же самый приказ об избиении младенцем всем известных это же из чай диада ну что был не образованные невежда как все любят это там фашизм вспоминать это вот это немецкую вторую мировую войну вот вот я ружак фреско неужели настолько ты всегда хотел сказать но ты настолько глуп что вот просто в природу человека посмотреть ну что все эти все эти высшие даже гитлер чего добился да он сам не идиот в плане вот такого он идет конечно в плане добра и зла но в плане вежество то все кто его окружали сейчас современные расист это там что всей все невежды 50 процентов как я его возьмем что у нас среди граждан российской федерации 50 процентов расистов причем вот именно простых людей так называемых рабочих до домохозяек и заканчивают и на всем кто и все там эти приказы и уже издает до изрекает так скажем путин и вся его шобла это они что невежды и бедные люди не почему игру знаете вот это вот вещь хотя это причем его оппонента всего этого все то же самое все равно не утверждает вот казалось бы живя в этом мире все созерцаю утверждают что вот якобы мы сейчас сделаем такое вот общество процветающие то что-то будет по поводу вот этой технического прогресса тоже с жаком фреско его всегда поспорил в том плане но мир же очевиден но сейчас у нас есть там электричество все вот это уже пусть значит там киборги за нас что-то не делал но сколько уже всего у человечества у нас много свободного времени у рабочих появилась ну да раньше то эту дырку целый день долбил тебе 1000 рублей платили тоже другим не было чем-то долбил там проворачивал выскабливал и делал там пять дырок в день сейчас есть перфоратор казалось бы ты должен 5 дырок за пять минут сделать получить эту тысячу рублей пойти домой как он говорит да и и заниматься познанием истины до поменять ориентиры в отличие от того когда ты там 10 долбил домой прийти домой тоже на дырку продолбить потому что какой-то дом там строишь тебя семья и так далее нет придумали перфоратор такие как он как жак фреско да чему это все свелось то теперь я должен продолбить тысячу денег дырок в день точно также 10 часов пропахая на стройке получить ту же самую тысячу рублей и мне никакого времени и ориентиры не меняются потому что меня проработать 10 часов тысячу дырок в день продолбить надышаться всей этой пылью прийти домой еще свой дом подолбить построить и так и за дня в день ничего не меняется с развитием техники а то что все появилось машины я могу быстро добраться до своей работы казалось бы раньше я работал в соседе в селе на другом конце или максимум соседнем селе ходил долбил эти дыры да теперь я езжу за 200 километров куда-нибудь до каждый день по два часа проводя в дороге чтоб там на другой стройке потому что другого работу найти не мог там долблю эти дырки перфоратором ничего не изменилось вообще развитие технологий никак не делает бедных счастливее и общество никак не освобождается все то же самое ничего вообще не изменилось абсолютно вот и все поэтому все эти развитие технологий как он говорил что все будет у нас сейчас сколько помощников человеку там женщине не стирать не надо там потому что это ну как она что-то делает белье в машинку засти закинула порошок но все-таки это кто знает кто своими руками стирал я стирал я застал время без стиральных машинах да сколько от времени все отнимает и сейчас сколько всего помощников у человека утюг которую не надо там на печке греть две секунды в розетку включил миксеры микроволновки чайники плиты газовые электрические тени на там дрова колоть все это отопление но что-то времени у нас ни у кого опять не хватает вся жизнь как белка в колесе это вообще вот это вообще бы одну я говорю куда не тыкнет казалось бы умный человек и сколько там на его вот этих проектах тоже и последователей все все чепуха чепуха именно потому мы живем вот даже потому что вот эти люди это не на стороне света они все служат просто запутывание людям мозгов на что реальность не такова бедность или богатство не делают человека и в частности потом все общество все все человечество добрым или злым не ведет она в царстве небесном все это внешне уже было мы это все потеряли да и приведет это все к тому же самому это конечно утверждение абсолютно глупо и ничего не имеющего и реальность все истории человечества неважно с какого этапа ты начинаешь в нее верить ее признавать кто-то там ада вода моисе вы не признает кто-то ему все верно там до александров македонских и иродов великих да кто-то там и про фашизм чему там верить чему не верить ну хорошо и у нас у всех есть современности не зря сегодня о путь вере вспомнил наверное со времен это и начало агрессии кто мои ролики смотрят вид что ни один ролик без этого не обходится потому что самый реальный пример а нет ничего хуже чем лучше чем примера ближе к плоти ближе к телу вот и все история вся история человечества и жизнедеятельства говорит о том что бедность и знания никаким образом не влияют на мой выбор добра или зла только мое внутреннее убеждение когда я именно это избрал если я следую сегодня за добром то неважно как апостол павел хорошо писал в скудости или в изобилии да я остаюсь в истине в добре да то есть я не в скудости не веду себя как дьявол без не в изобилии не становлюсь дьяволом да я иду за истины я творю добро живу в любви по закону жизни никому ничего никогда не делай никакого зла и сколько могу делаю добро вот и все и неважно я сегодня скудости или завтра из какой-то изобилия небольшой или даже большой я его все направлю на благо иисус пример для христиан вообще живой пример того что он был нищ на и беден да мы думали что он даже проклят от бога вы помните как по пророчеству исай оказалось что все наоборот да и было действительно папа по мерзким понятиям по понятиям человечества можно за искать нищ и не образован да и невежда явил что любовь абсолютную жертвенную любовь к людям любовь даже к своим врагам это очень важно так что эта тема по поводу того что якобы там богатство и знания какие-то внешние делают человека добрым или злым то есть она в соответствии с этим будет поступать по добру или по зло это абсолютно не то боль то вот именно человек должен прийти действительно тут надо вот это мысль апостола павлу который он своей жизнью явил тоже над ней вам всем рекомендую задуматься это действительно очень хорошая вот именно мысль о том что доброта и зла и в этой школе жизни адской школе жизни на земле познания всех ужасов зла и всех радости добра каких только можно познать на этой земле мы должны сделать какие выводы какие пройти уроки и вынести из них правильные для себя выводы и преобразиться в богу любовь вот и неважно как раз даже не просто ты в среднячке где-то в такой в теплой ванночке и ты тут хорошие нет действительно чтобы с тобой в жизни не приключалось вот это все это знание внешние богатство да все все это внешние поэтому проще поделить на этот я так сегодня ограничил просто обычно за это топят да вот на это может быть что угодно вот хотя в этих знания и деньги это вот тоже ну как бы уже большие области достаточно сегодня даже них поговорить что не сидите тоже школу жизни такую пройти что когда ты не просто в теплой ванночке а когда у тебя действительно либо холодная либо горячая а ты остаешься всегда внутри чем одним и тем же здесь это неважно какие у тебя обстоятельства в жизни то что здесь я люблю можно тогда здоровье и нездоровье рассмотреть здесь можно все прибавить всю жизнь и всю все что нас окружает вот я там злой потому что я больной да вот был бы я здоровый я был бы добрый это абсолютно не имеет никакого значения даже ты болеешь это не значит что как иов там до страдал это не знаешь что должен пойти кому-то за это глотку резать или взять чье-то здоровье не важно там вампиризмом убив кого-то тебе там орган какой-то нужен тебя врачи говорят ну вот мы можем это орган получить на заплатить и вот убьют такого человека вам сердце пересадит да я так образно рассказываю новую понять что такое может быть смысл богатый может быть так и делают заказывают людей я в этом ни капли не сомневаюсь что такое существует вот поэтому откуда пропадают люди там дети взрослые все это существует конечно такое злодеяние то есть доходит до такого поэтому дело не вот во всех внешних это иисус правильно очень хорошо сказал вот эту тоже притчу при приточным таким высказываем что о том что человек который слушает исполняет стал богом как отец небесный богом любовью есть то есть а значит слушает исполняет слова иисуса то человек подобен человеку к благоразумному построившему дом свой на камень и когда на этот дом подует ветры там напрет наводнение сверху посыпется град огонь он устоит потому что основан на камне на камне чего принятие истины вечной жизни свободы и доброты и любви да и исполняет это реализуется жизнь тогда неважно чтобы с ним внешне не происходило все эти скорби да он устоит и будь всегда проведен и наоборот слушающий не исполняющий потерпит крушение вот это действительно так поэтому это очень важно как раз все эти вещи богатство бедность здоровье и его отсутствие знания и наоборот ты можешь во всем не разбираться как не знаете там пропалируют там заступаешься за политика сколько тоже хейта словил непонимание раз слушайте я я могу не знать всей жизни там навального да ну то что сейчас строят и убивают вообще мы видим к чему катились расисты к чему катилась игра общество гражданское как это говорят российской федерации вся россия это было для таких как я очевидно я могу все не знать я не обладаю всеми знаниями до закулисными там играми для меня достаточно распознавать такие простые вещи когда на этот мирный митинг вышли там кого только не было но уж безусловно там были нормальные люди которые хотят благо человечеству и когда там тетю в петербурге бабушку практически ментом с ноги в живот бьет для меня все понятно вот и все кто там прав а кто виноват мне нужно каким-то еще знаниями обладать недостаточно что они так пацана там вдвоем тащат еще и женщина стоит он ее с ноги там пырять что она летит теряет сознание сотрясение мозга получает эти кадры облетают всю россию все весь мир да и бог что дальше опять молчит мне никаких знаний не надо ни денег не богатство понять кто кто добро кто зол сделать из этого вывода и самому провозглашать где истина да вот и все так что все это очень просто на самом деле как раз и все это все эти крайности и там шкала от бедности до нищеты она понятна у всех разная она в течение жизни может меняться у каждого вот именно что это лишь их за это лишь разные задачки твоей жизни как ты будешь решать когда у тебя 10 рублей когда 100 когда 1000 когда миллион или наоборот минус 10 минус 200 а тоже даже ты влез в долги это не значит что ты или минус 100 минус 10 минус 100 минус 200 минус миллион ведь не знаешь ты можешь пойти за счет кого-то решить свои проблемы там обокрав кого-то там и убив да или просто обокрав или еще и с убийством разбой совершить это неважно вот так что вот так вот поэтому все это внешне вообще внешне вот именно иисус свои вот это и вот вот этим своим все вот не понимают его основная масса даже так называемых христиан псевдо христиан как я их называю православных таких протестанты да и даже свободные которые идут на пути многие так и не могут понять суть жертвы христова его поступки он и показал что вот именно даже в самой крайней степени когда тебя убивают это поступаешь поистине то есть внешне ничего не зависит как он и сам сказал даже если вас будет убивать гнать то год не бойтесь убивающих даже вот тело даже убивающих то есть крайняя степень зла одного объекта к другому человеку животными это лишение его как бы жизнь хоть мы все вечны но пока мы живем в этой матрице смерти до проходим эту школу якобы она существует вот даже перед лицом этой смерти ты должен что сделать явить добро уж что про все остальное это говорить где-то чуть бегит или чуть богат обладаешь какими-то знаниями там в этой области или нет так что вот так вот все очень просто и понятно так что все когда вы слушайте конечно тоже вот этих политиков тоже все это конечно чепуха они идут путем неверным и ничего они с обществом не изменит проповедовать нужно чтобы человек избрал добровольно доброту доброту любовь тогда не и законы не насколько этих законов уже понапересали пина переписывай сколько нас этих кодексов сколько там статей подпунктов комментариев разъяснений да а есть один закон жизни как иисус сказал никогда не поступай с другим так как ты не хочешь чтобы поступали с тобой чтобы было с тобой все то же самое что ты кому-то сделал и наоборот делай все другим как ты хочешь чтобы делали с тобой вот и все один единственный закон жизни и всего блага бытия всей счастливой жизни очень простой и очень понятный вот так вот на этом такое мне видео ничего нового я на самом деле не сказал говорю обо всем постоянно одно и то же так с разных сторон перемеливаем называешь эти ролики проповедник по-разному да все об одном и том же все истина на в простоте ее познать очень легко вечная жизнь ты вечен человек это тоже очень важно всем я всегда про вечность говорю они все рассматривают вот здесь и сегодня здесь и сегодня эти проблемы не решаться здесь появляются новые люди новой жизни как бы ты не сформировал то общество появляются новые дети новые души они все будет по тому же самому пути проходить они все будут появляться в раю родительской любви возрастать познавать себя окружающий мир и обязательно вкусит запретный плод вплоть до самых тяжких преступлений вот и все потом прилетит ему в обратку в том или ином виде они познают что такое истина другого пути просто нет на этом не все я уж с вами попрощался как у меня часто бывает я уже выключил видео но кое-какая мысль мне пришла и ролик еще нам на сжатие не поставил хочу кое-что дополнить вот эта мысль по поводу знаний и богатства вы знаете а то может показаться ролик такой не все же мои ролики все смотрят или давно меня смотрят мне хочется всегда ролики были какими-то полноценными законченными несмотря на то что я час рассуждал что знание вот эти все внешние и какое-то благополучие человека не не влияет на его качество жизни той святости уровня того сердца который он добивается это лишь чтобы быть святым добрым праведным человеком богоподобным нужно лишь желание и воля и как я в принципе этом ролике не сказал что и из того что у вас есть на сегодня вы и живете то есть количество ваших дел разнообразие ваших дел какие вы творите добрые дела как вы светите как иисус сказал всем в мире чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли бога до любовь это уже действительно зависит просто от внешних обстоятельств но при всем том а что мы сегодня говорил я просто еще раз обращу внимание что все когда вы слышите арею там типа вот жака фреско ученых политиков вы увидите что эта цепочка что это связка вот вот мы становимся богатыми и знающими мы становимся якобы добрым и там нормальным обществом в котором там не убивают не грабит не насилуют то есть не грешат не творят зло это не так они именно об этом говорят а я говорю о том что ты значит ты сначала становишься добрым и так говорил иисус да и это есть закон блага бытия а уж просто из того что то есть как иисус говорил из доброго источника не текет горькая вода вода и плохое дерево не приносит доброго и наоборот доброе дерево она плохого плода не приносит то сначала стать добрым деревом а плоды это соответственно тебя будут добрые вот а у них цепочка наоборот это очень важно какую мысль все хел донести и конкретно применить к реальности то что сегодня все говорил вы знаете что сам я первое это образован я закончил обычную школу дам да сейчас в мире ну не считай каких-нибудь совсем странно так называемых третьего мира и так далее где порой действительно там людям недоступно какой-нибудь базовое начальное образование вот я как человек живущий в россии в средней там семье в этом плане что там конечно не били ничего с была бедная семья обычного военного который был честный военный ну есть если пока и ну пока отец то есть но я мечтал военным уже на пенсии вот у нас никогда ничего не было потому что мы жили мы на одну зарплату как бы ленты в руке говорилось да вот естественно не жить было там еле-еле концы с концами сводили вот но действительно что люди живут таких семьях алкоголиков там вообще в долгах по уж конечно в такой семье тоже не роста гроз как я говорю в обычной семье в которой жили от зарплаты до зарплаты да вот но образование был уже обычное доступное всем классическое 11 классное 11 классовое образование закончил государственный строительный вуз высший да дальше там никуда не пошел мне это не надо нет вуз уже поперек горло стоял но я его закончил и может сказать я получил духовное самообразование кто знает когда же православную академию православной секты два раза с отличием поступал но не оставался меня научный митрополит затягивала я отказывался я поступал на заочный специально вот но так как я был не семейный все они пытались меня научно я отказывался кто знает в протестантской семинарии тоже это как он там помню семинаре тоже называется дистанционная тоже поступил за три там за три месяца прошел двухлетний курс там все тоже как бы пять лет мог получить второе высшее образование но было в принципе них уже государственного братца даже вот но я не смог там естественно все это закончить по той простой причине что я не смог с собой лицемерить с ними естественно там закусывался из-за мировоззрения когда дело доходил уже да и когда ты просто слушаешь да все эти там курсы дистанционные все эти лекции когда ты уже пишешь сдаешь эти с экзамены здесь на все это противоречило моему мировоззрению истины и в общем то я и тоже оставил да вот ну и сам вы знаете прекрасно как я сам образовался и в принципе все те года после покаяния вот особенно я стал заниматься так скажут и просвещением своим более глубоким то что до 27 лет я тоже конечно так посредственно знаете обладал какой-то информации в плане такой вот не как там болты закрутить до 2 2 железки сварить по мере нужды в жизни я чем-то конечно интересовался как и все что мне на сегодня нужно но после 27 лет поспокаяния и позвать и семилетнего возраста я осталась есть когда бог не открылся я стал изучать все такие вопросы в плане внутреннего мира духовности истории то есть всю гуманитарию который кстати мне тянуло я рассказывал что вот как раз почему я его 100 с трудом заканчивал и не пошел там никуда по специальности то что я понял на втором курсе я понял что я не туда попал все-таки я оказался я хоть и много чего умею технические мне близки технические науки я люблю строить там что-то сам для себя и работал в оконцовке в строительстве но в оконцовке я кстати именно в институте заметил что я гуманитарий я действительно стал книжки читать и в школе ничего не читал когда все это из-под палки а я помню что когда я я все пять лет работал подрабатывал но на самом деле подработка тяжело назвать я полноценно работал на заводах там где только можно было студенту работать ну и порой на заводах и работал полноценная смена кто там обычные мужики работали женщины которые семьи содержали да еще удивлялся действительно как люди живут в россии если я студент работаю наравне с ними и ты зарплаты ни на что не хватает и обычный студент вот родители все что могли предоставить просто кровь я уже сам за себя за все платил одевал там все свои какие-то нужды желание все сам себе получается пытался на них заработать а желание много и все копеечные зарплаты я думал как они вообще живут и семьи содержат был удивит она для меня одним из таких первых открытий но я с 16 пошел работать уже тогда все стал понимать естественно когда-то не на маминой с папой 6 сидишь а сам все это уже понимаешь как мир устроен поэтому я мне всегда говорят что я взрослее своего возраста ну потому что я до жизнь познавал всегда сам так скажем да вот и и и и его там тогда я я помню вот на этих подработках если были какие-то работы такие где ты мог ну так скажем совмещать с каким-то чтением тогда не было конечно еще youtube of интернетов я такой древний может сказать если кто-то молодой меня слушает но вряд ли аудитория меня достаточно взрослая от 30 и выше вот были такие времена да и тогда действительно я стал читать вот я впервые в жизни роман прочитал тысячестраничный буквально там не знаю за сколько ну кого коротко ну там делать нечего было на работе не буду вдаваться в суть работы вот ну как у сторожа грубо говоря да то есть и можно было все это читать и стал все подряд читать и в разных сферах ну в гуманитариях конечно не или не в технических какие-то там научные труды по физмату нет не наоборот от всего этого еще в институте уже отвращало я с трудом учился мне легко заходили гуманитарный стал предмет который у нас были просто зачетом не зачетом редко по какому предмет там мог быть экзамен в основном зачет не зачет а вот технические науки мне стали просто поперек горло тети c promat и термит и все это стало просто высшая математика казалось бы который я вроде любил математику но выше стал мне уже поперек горло вот и естественно после когда все это когда господь не явился то покаяние моего и шествием пути познания истины я конечно стал все просто жадно потреблять вы знаете прекрасно что я дословно знаю библию близко к тексту знаю коран причем все теперь в публичном доступе вы можете посмотреть мои чтения с комментариями библии коран я уток недавно закончил записывал по востоку восьмеричный путь йоги ну там йоги но буддизма по сути очень близко понятно там есть различия в курсе я изучил все какие можно религии маломальски известны до вплоть я и до маленьких сект какие-нибудь там в виссариона кто он что он как она организовалась кто он как туда люди попадают то есть я за всем этим следил я хорошо сектоведение знаю я изучал и я по сути ну по тогда при социзме я может быть не не было так я не помню не помню даже был такой предмет или нет но я сам все это изучал я все что можно было есть такой портал известные православные так называемые предания там каких только курсов действительно из семинарий из тех самых пусть и православных но там есть профессора более свободные кто знает москве есть вообще такое тоже какой-то богословский институт вообще что-то среднее между православием там вроде как православие но более свободный до такой кстати него тоже хотел поступать потом все это у меня ушло мне нравилось принципе я поняла что иисус нигде не учился тогда откуда он знает писание не учившись мне это было близко я порой даже сам не хотел я говорил что я хочу просто поступить все понять все по их не методически пройти и не заканчивая диплом не получать чтобы обо мне говорили тоже откуда он знает писание не учившись в этом плане да откуда такая премудрость дана ему вот ну конечно в отличие иисуса я трудился и иисус был богом любовью явившимся во плоти он действительно все это созерцало и знал ибо он прозревает все в мироздании вот то есть и вот как раз в примере здесь что мы действительно трудимся да вот не всегда нравился принципе апостола павел в том плане что действительно по его послание пусть все не все там ему принадлежат не суть важно но там тоже чувствовалась глубина и мудрость порой в этих посланиях я много я естественно всю философию перечитал там какую ну какую мне заходило насколько мне заходил какой-то автор там говорю там сектоведения целые курсы проходил какие не хуже любого семинариста все это я познавал я в саморазвитие я спросить у любого даже православного вплоть до попа он коран когда жизнь читал нет конечно вы знаете что у меня он уже даже публично с комментариями прочтен это огромная разница самому прочитатель где-то чуть слышать до мельком пролистать вот или вот так еще и с комментарием это огромная разница да все вот эти вот вещи восток глубоко звучал прекрасно я знаю да сизма и все конфуцианство ну как прекрасно понятно я не за короткую жизнь человек не можешь все это глубоко попрактиковать хотя игру когда там православные отыщут конечно это вообще смешно может быть я хоть и три года практиковал его это там с предисловиями послесловиями то пять можно лет взять год до год после пока ты вляпываешься пока то отваливаешься вот внутри года его практиковал абсолютно искренне честно с открытым сердцем да и так как никто не практикует грубо рядом сколько я прошел за три года какой внешне там церковоход как говорят ходя по вас папа папа двум десятым праздником или великим праздником за сто лет не пройдет на потому что целиком окунаюсь кто знает я оставил все ради истины вот я прихрани служил и спал в храме среди гробов вот я службу знал наизусть в том в том числе да все это вот поэтому этому куку тыкать меня что не знаю там православие не понял его все это не ко мне это оставьте кому никто там кто это все внешне наблюдает такой полузащитник я прекрасно знаю какая там красота богослужение все я это знаю расскажите другом почему другие уже не стал практиковать знаете каждому доказывать что ты знаешь я там побыла потому что когда знаете это как ну понятно первые ребусы ты решаешь тяжелее да потом любой человек в чем бы он не занимался с опытом он все воспринимать все легче 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 ему любой новый навык дается быстрее 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 это и развитие вообще человек от ребенка до 100 до старшего возраста потом если какие-то вещи ты там в детстве еле доходишь годами то там чем взрослеет этим мудрее тебе ты все легче легче схватываешь ты принципы понимаешь то же самое как действительно великие учителя всегда говорили что суть не все в тебя вбить до саму знание она учить тебя там до сути великого разгадывателя тайны это никогда тебе какой-то учитель все то и все показал или фокус не когда жжонки все фокусы рассказал как делать что ты тоже был он тебе принципы дает как делать фокусы на чем они построены что вот нужно что чтобы ты мог сам эти фокусы придумывать да настоящий учитель фокусник своего ученика будет учить принципам что там отвлечение внимание главное фокусе то есть ты здесь одно а здесь мастеришь отвлекаешь сюда это принцип фокусов да там сосредоточивание внимания на неважном пока ты творишь там важные вещи вот он учит принципам каким делать да как говорить как что там есть свои принципы познав их ты сам сможешь раскрыть любой фокус который увидишь и кто-то другой старый или новый древний разгадаешь у своих этих соса соратников фокусников сможешь разгадывать их фокусы и сможешь свои творить но что знаешь принципы и буш и изгадаем ты будешь если будешь набираться практике и опыта это разные вещи практика это когда я просто делаю одно и то же много раз а опыт когда я получаю то те знания не получив того что я хотел когда что-то делал то есть ничего сломался я знаю как надо не надо делать чтобы вот этого не было плохого да вот это набираешь все практика и опытов все хорошо можете быть гениальным практикам да и не иметь никакого опыта то есть никого косяков не было неопытный человек да он долго практикующие дано но он неопытный опытный тот кого было много много неудачи он знает как точно делать чтобы больше в эту неудачу не попасть в эту ошибку да вот и и и и и извода с этим практикой опытом чем не больше он будет все будет быстрее быстрее у нее скорость величит это конечно когда я вас православие там из протестантами стал и баптизме там я уже в семинаре отучился и в практиковал и походил к ним посмотрел тоже там уже мне не надо было сидеть по три года мне достаточно было раз на все посмотреть раз два три чтоб все это понять да что у них там творится все то же самое вот про другие религии все то же самое причем недостаточно было теории изучить чтобы понять что у них на практике делается и какие-то там могут быть уклонения в ту или другую сторону просто познаешь просто принципы бытия и челюстку природу и тебе все понятно что везде все одинакове везде одни и те же самые люди да несмотря то что на буддистов якобы нет видимого бога и там святых и материю они якобы отрицают и все вот это вот религия религиозные только пожар поток почему-то у них кругом храмы статуи будды культы свечки молитвы все то же самое да один в один казалось бы казалось бы они против всего этого в теории если вы почитаете о буддизме особенно от его основ понятно он трансформировался там куча помимо врать вроде как основатели будды естественно там было много кто руку приложил ко всему этому естественно в каждом веке в каждой провинции он там видоизменялся да ну если вы она об основании буддизма почитаете посмотрите на современный буддизм это земля и небо вот так вот по поводу знания к чему прихожу и вот несмотря на то что сегодня столько говорил о знаниях которые тебя действительно они не являются твоим критерием основанием помощником наоборот как мы с вами я сказал да что они не являются теми отговорками на которые ты ссылаешься что я там злой и недобрый потому что я вот или добрый потому что я вот невежда да и и и беден поэтому я такой злой да как этот почтальон помните в простоквашином злоб на велосипеда нет это конечно абсолютно не так ты злой потому что ты злой она внутри тебя это сущность и ты наружу проецируешь изменишься и ты не будешь злым неважно есть велосипед или нету абсолютно не имеет никакого значения вот так вот несмотря на то что я все об этом говорил я руту к чему я говорил чтобы ролик был не попутано в цели которые я хотел донести и мысли это когда цепочку выстраивать причем этой цепочки сначала ставят вот знание и достаток пусть или богатство все что угодно потом от этого зависит твоя злоба или доброта это абсолютно не так человек и все все человечеству от одного через все общество маленькие группки семья пошло-поехало класс школа группа работа государства и все человечество будет счастлива никогда она будет достатке и и все будет знать о мире вокруг себя нет и даже себя себя тоже можно познать и не делать ничего доброго да тоже муж когда я могу делать доброе зло я понял это я познал себя но делать но избираю я зло вот и все дело не в познании даже истины а в ее реализации в своей жизни вот и все и от этого ничего не не никто ничего не зависит никто на это как иисус сказал не может повлиять это вырвать человека ибо он это я это его свободы это его выбор это его ответственность именно только это я решает что сейчас делать вот и все и несмотря на это смотрите я всем рассказываю к чему столько рассказал опять и своей жизни прилеплю к этому ролику он большой получится который записал на час а теперь больше часа получится соединю два видео что я хочу что тоже это не осталось нетем несмотря на то что я так говорю очень важно обзаводиться внешними знаниями да в небесном царстве любви в которому все когда-нибудь все человечество окажется когда последний грешник в аду покаяться в гиене огненные да это все будет не нужно но сейчас это нужно это и что это такое это дело любви вот смотрите я пример просто простой приведу вам всем понятны готовы тоже а это я тоже встречаю ну то раз ты говоришь правильно ничего не надо ничего не надо нет вы знаете внешние знания как я почему-то кстати иллюстрацию опять поставил я не раз всегда к ней ссылаюсь это и они она иллюстрирует по сути слова иисуса ну здесь много можно из этой иллюстрации ешь не говоря о том что неизвестно что там художник вкладывал в это изображение да где на заднем фоне от книжника такого законника иудейского иисус распятые воскресшие да там мы видим и пещеру и распятие вот по сути о том о чем павел так и выразился мы проповедуем христа распятый воскресшего и я всегда просто эту цвета у меня эта картина союз все-таки с одной фразой вот и можно хоть и такую и апостола павла вспомнить но у меня это ассоциация всегда с речью из фразы иисуса христа если вы сократите с там из большой речи что мудрый книжник книжник познавший небесное царство то есть истину вечную жизнь вечность в особо потому что истина о том что она в чем что мы все вечны мы свободны и мы должны избрать в этой вечности по своей свободе как антоний великий говорил самопроизволению добро любовь это есть закон блага бытия и этот книжник познав это и до своего познания да и после то есть и своего внутреннего мира выносит все доброе гениальная фраза иисуса действительно истинная о чем она говорит вот так как раз об этом там слово книжник иисус не просто потребил то есть вот такой головой человек знаний это хорошо и он да и потом если он будет как он как бы суд здесь подразумевая все что он до изучал и после он потом направит во благо вы даже в сегодняшнем ролике сколько я вам всего напомнил я вторую мировую я могу вам рассказать какие-то факты во первых эти знания укрепляют тебя самого уже в добре когда ты решилась это добре тебя в добре просто укрепляют что такое знание что это вся совокупность знаний это просто знание опытов человеческих вот этих всех до практик человеческих и не те самоопера в добре укреплять это пример если хотите до чего нам то же самое знание евангелия да это пример как иисус сказал что бог любовь так поступил что бог есть любовь и явил нам это и доказал и убедил нас в этом своем поступке как Сказал Иоанн Богослов В том любовь, что Иисус положил за нас душу свою Мы увидели этот пример Мы уверовали в нее, в эту любовь И в него воскрешшего И признали, что жизнь вечная Хоть внутри нас Каждому эти знания имеются Они просто внешне были нам явлены И убедили, утвердили нас в этом Вот и все И поэтому все эти знания, естественно, когда мы читаем Они нам самим, во-первых, все равно помогают Это каждый может Сейчас я хоть и на словах говорю Вы все это и так знаете Нам эти примеры Для чего нам приятно видеть человека, который Служит, который размышляет так же, как мы У нас просто утверждается Я послушал, мне хорошо Меня это утвердило Закоснело в истине В решимости И так далее И заметьте, вы помните, как Бог мне сказал При покаянии купить Библию Конечно, первые года я гадал все Зачем это Потом, вы знаете, я, конечно, это понял Как раз для того, чтобы Что делать-то? Спасать Праведных грешников, как Иисус сказал Мнящих себя праведных Потому что он пришел не к праведным Призывать неправедников к покаянию Но грешников А каких грешников? Которые мне от себя праведниками Вот для всего этого псевдо-христианства Я знаю, что Господь меня и поставил Изучить все это Почему? Смотрите, я знаю Коран Вы же видели, кто-то посмотрел Мои эти ролики по Корану Опять же Я могу мусульманина сделать счастливым Открыв ему истину Показав всю отвратительность Корана Призывающего убивать животных и людей И всю там красоту Настоящего христианства О любви ко всему Божьему творению Природе, животным и людям То есть я могу открыть ему истину Через эту истину Познав и реализовав свою жизнь Человек станет счастливым Но я знаю Коран Я могу оперировать Я знаю идеально Библия Могу оперировать Я могу оперировать Говорить на их претензии В Библии Я говорю Да это и не есть Слово Божье И не все, что там сказано хорошо Там тоже полно ерунды Неправды, извращений Уж я молчу про толкование Я знаю все вот именно практики Религиозных культов Там православие Католицизм Протестантизм Могу сказать Да Это вот зло Это вот да Это религиозники Так я говорю Это не христианство Когда они говорят Да вот Ты посмотри Что там протестанты делают Я говорю Или учат Я говорю А это и не учение Иисуса Христа Я говорю Это их не лживое учение Парализирующее Парализирующее на Учение Иисуса Христа Я говорю Это абсолютно не христианство Вот То есть тебе эти знания, вот я к чему говорю-то, ты этими знаниями можешь воспользоваться во благо, историческими, да, когда там про современство, мы говорим там про войну, я говорю, вот вам примеры же из истории, уже все это было, будет, и вот так вот это происходит, и мы докатимся до этого, да, то есть все это помогает тебе, вот эти знания, они помогают, поэтому знания в плане вот того, что если ты ими правильно, опять, все в мире зла не бывает Богом созданного, да, даже человеком, именно внешние какие-то вещи, в принципе ножик-то не зло, и можно нарезать фрукты, да, что-то там затачивать, в огороде там что-то делать, да, ковырять, резать, мы все это делаем, веточки там отрезаем, деревья облагораживаем садовые и так далее, нож-то сам не грех, ну и можно сделать добрая вещь, порезать там салатик, а можно убить кого-то, то же самое вот с этими знаниями, то есть, конечно же, это никак не фундамент добра или зла, вообще это не, это вообще неправильная цепочка, иерархия, так скажем, да, выставленная, что там мои знания и мое благосостояние является источником добра или зла моего поведения, нет, да, но все это, это может сделать твои добрые дела разносторонними, и вообще возможность стихотворения, тоже важно, да, вот, так что вот так вот, поэтому по поводу знаний, конечно же, надо стремиться изучать, я говорю, а то, знаете, расслабился, я вот с некоторыми говорю, христианами, а что у нее все хорошо, а что, он все свое свободное время на что она тратит, ну, говорит, я спасен, да, и все, и там в игрушки играет целыми днями в компьютерной, ну, похож этот человек на Бога, любовь, да, нет, ну, мы все расслабляемся, мы все где-то, я не говорю, вот именно опять, это не говорит о том, что все, надо стать просто на путь такой жертвой, которую ты понести не можешь, об этом Иисус никогда не говорил, да, он сам уединялся, отдыхал, неважно, в то время там компьютеров не было, мы что-то смотрим, но, да, есть огромная разница, сколько ты приоритет ценностей, что ты чему уделяешь, да, кого ты слушаешь, какую информацию ты познаешь и так далее, вот, это важно, и некоторые вообще ничем не интересуются, да, там, действительно, одна развлекаловка вообще, тупая информация, она тоже, иногда мы смеемся, селимся, да, это все уместно, когда это все в норме, все гармонично, вот так вот, поэтому, конечно, познавать надо, почему я до сих пор говорю, да, все за христиане, настоящие христиане, которым все равно приходится сталкиваться с религиозниками, да, ну, как вы с ними будете разговаривать, вы Библию не знаете, ну, недостаточно знать одного Евангелия, ну, апостолов никогда не читали, ну, тоже, как-то, да, не знаю, ведь им придется, как вы хотите, Иисус знал, ну, он не учился, да, он был Бог-любовь, хорошо, ему просто нужды не было в этом, вот, мы видим, как он трудился, проповедовал и так далее, то есть, тут просто нюансы, да, вот, мы трудимся, получаете знания, ну, как вы будете? Что-то кому-то там вообще доказывать, в этом плане знания тебе очень помогают, примеры, твоя проповедь, возьмите, проповедь, да, у Иисуса какая была, да, разносторонняя, красивая, интересная, он с богатыми по-своему говорил, с бедными по-своему, с земледельцами по-своему, с рыбаками по-своему, со всеми по-своему, разные притчи говорил, разные образы давал, вот эта вот твоя разносторонность, она будет тебе позволять быть просто вот таким вот проповедником, ведь стороны, ну, проповедник, может, слово громко пугает, нельзя, что вы себе прилепили, бейджик, проповедник, да вы все проповедники, мы все кому-то что-то говорим, да, пусть это я даже подразумеваю, что вы в семье все проповедуете, причем не так, что ты встал, я говорю, на кафедру, и тут мужа посадил или жену с ребенком, мы им проповедуешь, нет, я подразумеваю, что это просто в обычных бытовых разговорах, даже то, что ты говоришь, там, о добре каком-то, это уже проповедь, я это подразумеваю, подразумеваю под проповедью, что ты просто свидетельствуешь об истине в разных формах, вот, и любые знания, любые формы, вот именно, вы знаете сами, что я спокойно, дословно зная Евангелие, вот именно, мы спокойно цитируем и апостолов, у них не менее прекрасные, красивые, мудрые, с других сторон фразы, говорящие об одном и том же, благодаря изучению преданий, я говорю, и всей мудрости мира, я и оттуда, кто знает, насобирал жемчужины, и с радостью спокойно их употребляю, потому что они действительно еще с другой стороны, об одном и том же говорят, но порой даже лучше доходит, естественно, я сам что-то выдумываю, что Господь мне на сердце кладет, особенно, что связано с современностью, для человека еще лучше доходит прямые образы, вот эти, да, когда Иисус там рассказывает о каких-то там погибших под башней Силамской, для нас это сейчас ни о чем не говорит, да, а вот, сказать, современный образ там, да, о том, что вот там-то, думаете, грешники погибли, думаете, там, долбят расистов или украинцев, думаете, не покайтесь, все так же погибнете, вот этот пример более современный, понятный, вот, этому надо учиться, понимать все, да, видеть, знать и так далее, вся эта политика, экономика, география, знаете, понимать, где какая страна хоть раз в жизни, не важно, как учились, я в школе тоже не шибко хорошо учился, но когда вы действительно встаете на путь познания истины, вы знаете, расширить свой кругозор знаний просто необходимо в жизни, это такая же ваша даже жертва, и для себя, во-первых, вы это прежде всего делаете, это вам однозначно все равно тоже, говорю, а то, может, знаете, я говорю, особенных христолюбцев тоже послушать, Иисус тоже говорил, что весь закон и пророки в одной заповеди, это понятно, но сколько всего он потом сказал, я поэтому по тому же самому примеру своего учителя действую, иногда я говорю, что да, понятно, вся сущность бытия в трех сущностях, да, в трех личностях, бог троицы, любовь, свобода и бессмертие, вечная жизнь, это понятно все, живи по этому закону, а любовь это то, что никому ничего плохого не делать, сколько можешь делать добра, все, что хочешь себе, и не хочешь плохого, хочешь хорошего, это все понятно, да, но сколько мы все равно говорим, да, возьмите мой блог о веганстве, два года я писал, какие только темы не затронул, сколько роликов по веганству записал, практически не повторяющихся, ну, цель моя была, я, понятно, внутри роликов повторяюсь, темы очень близкие, пересекающиеся, но я старался определенный спектр затронуть всего, что только можно было по этой теме, любую, возьмите, культы там эти, про славик, талицизм, протестантизм, любые эти темы очень животрепещущие, да, все, любые известные темы, да, христианство, крещение, рождение, свыше, не свыше, да, суд, суд Божие, судилище Христов, все, что очень важное, очень всем там, патриотизм вот этот весь, да, и прочие вещи, джихады, священная война, убийство, во имя Родины, там, государство, религии, прочих бредни вот этих, да, постарался все скомпоновать, да, вот именно, это очень важно, да, поэтому, конечно же, эти знания мы должны ради себя, и себя сначала прямо, потом ради себя, чтобы себя улучшать, себя сначала, чтобы утверждать, я говорю, это очень помогает для утверждения, очень помогает, это потом тебя развивает, и потом ты этим, как Иисус говорил, когда ты сам наполняешься, становишься, через край, когда уже становится источником воды в жизни для других, вот, это все очень важно, и по поводу богатства, это все то же самое, тут не даже дело не в богатство, а в достатке, да, то есть там, ну, когда-то совсем, конечно, когда ты человек, это про то же самое, что нищему, прежде чем проповедовать, вы знаете, всегда, да, ты сначала ему булку дай, накорми его, голодное, сыт, голодное брюхо, сыток науке, да, это очень тоже важно, и действительно, да, ты мчал делом, помоги, а потом словами наставь, это тоже очень важно, и, конечно же, мы живем, порой всегда говорят, что свою жизнь надо постараться максимум устроить так, чтобы ты был максимально свободен, чтобы ты был в каком-то достатке для тебя, комфортным, просто надо понять, у тебя планка-то адекватная, да, сказать, что для меня комфортно, это там, дворец в Геленджике с кучей алмазов, мерседесов и так далее, это, конечно, ты будешь всю жизнь этого, ты все головы пройдешь, чтобы этого добиться, я имею в виду, естественно, об адекватных вещах, да, вот, особенно если это люди семейные, понятно, там, дети, все, какое-то, что-то минимальное в жизни должно быть, надо все равно максимально свою жизнь устраивать так, чтобы у тебя было свободное время, вот о том, о том, о том, о чем Жак Фреско якобы говорил, только ради чего, вот, но это опять у Жак Фреско, что это якобы является твоей добротой, а тут нет, ты сначала стал добрым, ты сначала стал святым в мыслях своих, в желаниях и потом в поступках, и вот именно, чтобы свои поступки, вот то, что ты стал в свой внутренний мир доброты, любви и свет, как Иисус сказал, и соли проецировать на мир, тебе нужно свободное время, ты всю жизнь будешь заниматься, как мне тоже ты, что, знаете, как проповедица, проповеднику, причем полностью отдавшемуся этому служению, слово, да, ты что там, иди работай, я и работал, и вот именно я пробовал менять по-разному, даже во время уже проповедничества свою жизнь, да, и на донаты жил, и на сам зарабатывал, и опять вот именно, а зарабатываешь сутками там пашешь, у тебя ни на что не остается времени, и никто тебе, вы, причем, знаете, мне так ощущение, что тысячи, эти люди липсами не работают там, где живут, потому что такие, как я, обычные работяги, обычные люди, вот именно работающие, пусть я на разных, я и руководителем работал, дело не в этом, вот именно, ты же руководитель, я все равно называю, грубо говоря, на низшие уровни, потому что ты не дочь, не дети каких-нибудь там, высших мира сего, и несмотря даже на то, что у тебя должность, может руководить, ты все равно раб, да, и ты что руководящий, это еще хуже, я все равно говорю, если рабочий, хотя бы пришел, я сам знаю, потому что я и там полжизни поработал, и рабочим, и руководителем пополам у меня, и руками, и головой тоже пополам, все это так в перемешку меня есть, поделить, я поэтому так, я знаю все как бы сферы, но это все равно я все равно раб, я не господин, я никогда не был тем, кто, выше меня никого нет, я тут Господь Бог, да, вот, все равно ты раб, и более того, я говорю, когда ты руками хоть пашешь, ты отпахал, и все, и свободен, а когда ты руководитель, или, грубо говоря, у тебя бизнес какой-то мелкий свой, да, у меня тоже такое были опыты в жизни, это все, у тебя голова еще вся забита, помимо рук, там ты где отработал, когда ты руками работаешь, на нише, на самой нише, когда ты вообще никого у тебя в подчинении нет, то есть ты вот сам у кого-то в подчинении, вот, ты даже не бригадир в строительной бригаде, да, вот ты просто рабочий каменщик, все, ты твои кирпичи положил, ушел, у бригадира болит голова, где что там на завтра дать, с прорабом договориться, чтобы бригада была укомплектована, чтобы все было вовремя поставлено, чтобы она не сидела, а у рабочего ни о чем голова, он спать пахал домой и уехал, может вообще голову отключать, действительно, своими вещами, делами заниматься, бригадир нет, его звонками замучают, какого бригадира, хотя у него там в подчинении, вот именно эта бригада, этих бригад на стройке сколько еще, а у прораба вообще голова забита, вот, поэтому я все это проходил, и конечно же, и даже в проповеди, кто знает, я на год уезжал, работал, меня приглашали, я на год ушел, и я жалел об этом, ничего ты не способен ничего писать, вот, это все, ты с утра до вечера, причем я работал вот именно опять в руководящей должности, это все, это с 7 утра и до 11 вечера я пахал, 7 дней в неделю, можно сказать, да, и так год, там 10 роликов я записал, чисто таких, знаете, скучал, иногда выходные там урывались, и я что-нибудь там так в свободной форме, все, я терзался сердцем, естественно, все мысли мои были обратно вернуться в деревеньку, да, на кусок хлеба, но проповедовать, вот, все, я это прошел, и все теории сказки оставьте себе, вот, и посмотрите, я всем говорил на Иисуса и его учеников, они оставили все свои мирские заботы, мирской даже труд, я говорю, вырывать там у апостола Павла одну фразу, якобы он там своими руками трудился день и ночь, и с Коринфиным, и с первого послания, или второго, он раскрывает всю тайну своей жизни в Коринфе, что оказывается, да нет, далеко не всегда он работал своими руками, что он нуждался, и ему помогали, причем из другого города, потому что в этом оказались такие жлобы, в той церкви, которую он сам насадил в Коринфе, которую родил во Христе, которая вообще к его нужным была холодна, его ни во что не ставила, хотя он родил ее во Христе, ему из другого города присылали на помощь, с избытком, как он сказал, он был очень благодарен за это, поэтому, я говорю, кому-нибудь другому оставьте, мы видим, как Иисус сам оставил свое плотническое служение, там, или рабочие, как угодно, всех своих учеников он оторвал от всех своих рыболовств, там, и так далее, да, вот, они служили словом, за что? За донаты, да, за какую-то поддержку, мы видим, что им служили, ну, там, женщины, не женщины, написано, не суть важно, от имения своего, да, от своих, этих всех доходов, там были и бедные, и средние достатки, наверняка, люди разные, и их содержали, так скажем, помогали, вот, я это всегда видел, поэтому тоже, конечно, поперву, я помню, было тоже неудобно, даже на донаты как-то, как-то казалось, не совсем, никогда мне так не приходилось в жизни, вот, потом, я говорю, конечно, я все это тоже понял, на практике прошел, ощутил, что все это правильно, я могу целиком этим заниматься абсолютно, вот, и вот так вот, делал, конечно, неблагодарное, об этом я всегда говорю, вот, но это действительно так, вот, и вот я к чему говорю, ты про благосостояние, то же самое, то есть, да, каждый должен устроить свою, вот эту жизнь максимально, действительно, от этого не ты не станешь ни добрым, ни злым, это будет чисто твой выбор, неважно, беден ты или богат, вот, при всех моих эрютих сменах и материального моего состояния, самих дел, о работе, от этого я не менялся, я и там, где работал, им все об истине, о добре, о веганстве, всем на работе, для меня только лишняя аудитория, неважно, что я никого не стеснялся, ни своего учредителя, который меня нанял, да, не всех этих работников, да, я прямо говорил, кто я есть, что я есть, да, никогда не скрывал, что я там на ютубе и так далее, наоборот, я все это всем задвигал, и делал всем за добро, и это добро все применял так же, и несмотря на то, что ты руководитель, наоборот, рабочий, все это делал, да, в своей жизни реализовывал именно христианство, вот, так что, вот так вот, и поэтому еще раз скажу, что, конечно же, это, 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 это просто тут главное, вот это вот, я попытался мысли, я говорю, захотелось еще, видите, на 40 минут разошелся, ну, почему-то мне показалось, что тот ролик, если эту первую часть в час послушать, что можно не до конца понять или неправильно понять, хотя кто меня, конечно, давно знает и много слушает, здесь главное не перепутать, да, куда, что, сувать-то, чтобы не трахнуло, как говорят, током, да, где-нибудь, не суй, куда, не следует, вот, так что, слово, надеюсь, не ругательное, что-то у меня вылетело, так даже родители говорили, смотри, трахнет тебе, шарахнет, как-то так, да, вот, ну, ладно, простите уж, если я, что-то, слово какое-то древнее вылетело у меня, вот, то действительно, ты должен все это, это ни в коем уровне богатство и знания, еще раз, они никак не влияют на мой выбор, мой выбор, это просто я, вот я, внутренний я, личность, как говорят, самое высшее сознание, оно решает, и оно за все в ответе, да, все остальное лишь косвенно является, может быть, объяснением или еще что-то и так далее, да, но даже это мой выбор, вот, прежде всего, он от опыта жизни, просто, когда мне боль причиняли, когда я причинял, и когда не человек какой-то надоедает, он понимает, что сущность блага бытия только в абсолютной доброте и любви ко всему миру его окружающему, вот и все, и как раз с этих времен, как я еще раз, вот, я говорю, как раз уже в конце этого ролика хочу сказать, что как раз со времен полноты и познания истины, или хотя бы ступания на путь познания истины, даже вот им не так, как раз когда полнота, вот как у меня сейчас, я уже всем давно рассказываю, как раз меня тоже уже меньше всего интересует, да и ты просто много изучил, ну и то, я не перестаю какие-то потреблять знания, я живу в современном мире, я потребляю новости, чтобы быть просто в курсе, чтобы вот именно вот это все применять, да, ну, конечно же, все это с годами, чем ты больше, вот ты как раз встал на этот путь познания истины, и когда ты пойдешь, как раз в начале надо много потреблять этих знаний, вот, внешних, а как раз чем ты будешь выше познавать, чем обратно пропорциональна, как говорится, зависимость в математике, формуле, да, чем ты больше познаешь истину, тем это тебе будет интересовать и действительно будет нужда, и они тебе сами будут просто накапливаться, да, знания, соответственно, тем больше, чем меньше у тебя неизведанного, но и тебя по факту все будет меньше интересовать, меньше, и ты просто уже не способен что-то будешь потреблять, я говорю, ну, раз, два, три Коран прочитал, поблизнечитал, конечно, я сам его больше никогда в жизни перечитывать не буду, мне даром не нужен, то же самое Ветхий Завет, и вот так-то было тяжело писать, это огромный труд, труд духовный, который перебороть себя, всю эту там чепуху перемалывать зачастую, объяснять все это, сравнивать все это с истиной, с Евангелем, это было непросто, да, это очень такой духовный, очень труд, с собой борьба, вот это все, с желанием это все перемалывать по сто раз, там, да, там об одном и том же порой все глава от глав не отличаются, есть и такое, с параллелизмами, с этими, все, вот, так что, конечно же, ты просто, говорит, проходишь путь вот такой вот, и все, вот так все это происходит, так что, естественно, если вы еще этого не достигли, то надо все это, знания нужны, конечно же, информация, потребление нужна, в Небесном Царстве все это, конечно, очистится нам, все это не нужно будет в том плане, но сегодня мы трудимся, это очень важно, трудимся ради себя, прежде всего, Иисус правильно сказал, полюби ближнего, как самого себя, это все даст вам огромный вот этот вот фундамент, все равно, он будет вас, это правда как укрепление, да, вы и так стоите, но это еще и еще и еще камешки подкладываются, вот тут, знаете, в строительстве есть такое понятие, как отмостка, в принципе, есть фундамент, но есть еще отмостка, это горизонтальное укрепление, вот, оно там от воды защищает, и все, она, кстати, укрепляет тоже, ее тоже из бетона делают, вот все эти знания внешне, это уже такая отмостка, знаете, к дому, как Иисус сказал, который построен на камне, да, он и на камне стоит, но отмостка это вообще на века, и вот эти все знания дают вам отмостку, у вас уже как дураков, да, знаете, как там сейчас в политике, с этой войной расшистов на Украине, да, что там, мы России ни на кого не нападали, вы помните, как я ролик записываю про чепуху, когда Россия вечно резала и всех вокруг, и внутри себя, пока еще была Россия, говорю, она встала, то как посмотреть, только вырезая всех вокруг, вот, и даже уже когда, возьмем, говорю, последние сто лет, резала, резала и резала, всех подряд вокруг, да, и только идиот может проглотить эту блевотину, еще и дальше ее рыгать на окружающих, вот так вот, так что это все очень важно, понимаете, очень важно, поэтому я всем, конечно же, и материальное, свою жизнь устроить, естественно, если у вас есть возможность поработать, вам предлагают, да, за 100 рублей, за 1000 рублей, не надо, знаете, себе этого, без серебряника строить, идти как идиот работать за 100 рублей, если у вас есть предложение работать за 1000 рублей, вот и все, расти, развиваться, это естественно, вы выбираете лучшие заказы, вот, по какой-то степени, может быть, когда-нибудь вы станете более свободными, руководителем, может, какое-то свое маленькое дельце откроете, да, ну, не так, чтобы тоже засосало, а действительно будете на себя как-то себя это скидывать, может, и такое, или просто вырастите нас мастером, будучи, сможете, у вас будет за все это ваше мастерство расти качество вашей оплаты, потому что будет более качественное, но вы сможете поменьше клиентов брать, у вас будет расплаждаться время, все, это очень важно, это очень важно, вот, а откуда-то на вас там свалилось наследство, богатство, в лотерею выиграли, не знаю, действительно, можно тогда в жизни отказаться там от чего-то, и все эти деньги на себя, так скажем, тратить, на жизнь свою, у меня был такой период в жизни, да, самого себя содержать, и вот заняться проповедью, добрыми делами там и так далее, это тоже, то есть, не просто в себя их бухать, там, пойти что-нибудь, да, супермерседес купить, да, а действительно, вот таким образом тогда жить, раз у вас есть обеспечение, да, или там, говорю, свою работу, это все к минимуму как-то свести, пользуясь как-то этими деньгами, то есть подумать, то есть богатство не грех тоже, да, а просто что-то им делаешь, это очень важно, вот так вот, вот такое мое, вторая часть, я не буду, говорю, в отдельный ролик, все это я смонтирую в большое видео, получится, по-моему, около двух часов, ну, как есть кто знает, я пишу очень длинные, большие видео, но стараюсь тему раскрывать в полноте, все, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам это видео было назидательно, полезно, ну, и, соответственно, отрадно на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok